Говорить, что я не знаком с тем, что здесь было, с тем, что здесь есть, было бы нечестным, но очень хорошо и радостно здесь побывать, и помолиться, и в том числе быть вот на этом самом месте, в этом центре, посвященном памяти царской семьи. Ну, скажу вам только, может быть, что в Кафедральном соборе, где я служу, в городе Иванове, он расположен на территории Успенского монастыря, и там, рядом с Кафедральным собором, отстроен в последние годы храм в честь царской семьи. И я тоже в нем постоянно служил, и служу, и совсем недавно там совершал таинство крещения, в этом любимом мною и всеми жителями нашего города, в небольшом, но очень замечательном храме в честь царской семьи. Ну, это что касается меня самого, это что, мало кого интересует, наверное. А вот тема, которую мы сегодня должны с вами обсудить, она гораздо шире и гораздо интереснее, и гораздо важнее. Она касается церкви и общества. И вот, как всегда, человек подобный мне, да и любому, наверное, из вас, когда обдумывает, как начать разговор, а меня просили сделать не только какую-то возможность для взаимного общения, но и некую форму лекции, некую форму подачи связанного материала для всех, надо было придумать какую-то завязку для беседы, для нашего разговора. Диалог церкви с обществом, и почему там, что какое есть у нас тут противостояние, особенно светское общество. Я стал когда думать над этим термином, светское общество. По какой-то причине сразу я вспомнил басню дедушки Крылова про слона и моську. Вот, значит, ну, сюжет всем известен, я думаю. И главное, как часто бывает этой басне, это ее мораль или вывод. Моська знатенно сильна, коль лает на слона. И вот логика большой части так называемых диалогов, так называемых, подчеркиваю, это есть лай на слона с тем, чтобы собаки что-то такое говорили. С тем, чтобы какие-то посторонние собаки что-то такое могли сделать, какие-то выводы, и все, что другая собака лает совершенно на слона, который ни при чем. А теперь, кто же этот слон? Это что, церковь? Нет. Этот слон не церковь. Этот слон – это мы с вами. Это вся наша жизнь. Это Россия, а может быть даже и шире, чем Россия, просто нормальные люди, которые живут на планете Земля. И это есть тот самый слон. Он включает в себя и церковь, и, может быть, и верующих других конфессий, благочестивых людей, живущих вокруг нас и рядом с нами. Это и общественные силы, и пельные общественные организации, и структуры власти, средства массовой информации. Это все слон. Это все нечто стабильное, благонамеренное, которое идет себе. Слон по улице, там слона водили, вот слон себе движется куда-то такой. А дальше существуют разного рода моськи, которые поднимают лай. Очень хорошо усиливаем, вот мой микрофон усиливает электронный усилитель, а тут интернет усиливает этот лай с большой силой. И, опять-таки, моська лает на слона не просто ради лая, а ради того, чтобы говорили еще другие собаки что-то такое. И вот эта вот логика, она достаточно очевидна и прозрачна. Мы ее наблюдаем на политической арене, мы ее наблюдаем в средствах массовой информации, некоторых, разумеется, не таких, благонамеренных, а в средствах иного порядка, которые финансируются нашими, как это сказать, мягче, геополитическими партнерами. Вот. Мы наблюдаем это даже в среде, ну, слово искусство как-то здесь не очень подходит хорошо, но, ну, среди тех, кто, будучи бездарен как творец, тем не менее хочет тоже вот прославиться подобно той самой моськи, чтобы там какие-то другие собаки что-то говорили, и тем самым поднимает шум и лай для того, чтобы себя как-то сделать известным, широко известным в узких кругах. Это надо прошу понимать. И когда нам говорят, кто-то вот говорит, кто-то, кто-то, а вот церковь и общество находятся в противостоянии. И ответить, простите, кто именно находится в противостоянии, кто с кем? Какое общество? Что такое церковь, я знаю. Вот есть церковь. Есть у нас мусульманская умма также, или там еврейская синагога, неважно. А кто, где церковь? Где вы видите общество, которое в противостоянии? Как правило, вашим оппонентам будет ответить ровно нечего. Ну, или они приведут пример какой-нибудь там, опять-таки, какой-нибудь личности, которая в интернете что-то написала. Ну, сейчас пишут это в интернете. Вот еще лет 20 назад или 30 писали те же самые личности, те же самые абсолютно, и те же самые словеса писали на внутренних стенках кабинок в общественных уборных, или на заборах, на гаражах. Вот они это писали, и, ну, они не имели того отклика от других собак, которые слышали, что моська лает, но удовольствие они получали ровно то же самое от этого и вот надписаний, значит, соответствующих названий и слов. Ну, такова природа человека. Что делать? Люди – существа несовершенны. В человеке имеется образ Божий, в человеке создан по образу и подобию Божию, но человек имеет недостатки. Эти недостатки дьявол достаточно успешно стимулирует, подогревает, раскручивает, раскачивает. И эти недостатки реализуются, как сказать, материализуются на стенках гаражей, а в наше время в интернете. И что из-за этого? Ровно ничего. А ровно ничего. Собака лает, караван идет. И плох тот караванщик или плох тот погонщик слонов, который обращает внимание на этот лай, который начинает какое-то беспокойство на эту тему, как-то начинает себе чесать затылки и говорить, а что это они лают? А может, это вообще не надо? Они напрасно-то лают. Да напрасно лают и лают. Ну, что нам за дело? Ну, что нам за дело? Никакого дела нет. А мы пугаемся. А это нехорошо. Это уже наши слабости. И нам не надо такие слабости допускать себе. Нам надо двигаться в составе этого большого и красивого слона. Надо всем двигаться вперед. Церкви и обществу. Поскольку церковь, будучи отделенной от государства, неотделима от общества. Это очень важный тезис. Те из вас, которые читали документы «Основы социальной концепции русско-православной церкви», я надеюсь, читали... Я бы хотел сказать, что читали все, но, наверное, все-таки не все. Там маленький ребеночек сидит, явно он не читал еще. Но очень прошу вас, даже рекомендую, и прошу вас всех этот документ изучить. Он принят в 2000 году единогласно русской православной церковью. Вот про этот документ можно сказать, что это слово церкви. Что Макарий говорит, еще неизвестно, говорит ли это церковь. Может, это мое неразумие говорит. Но что говорят основы ОСК РПЦ, основы социальной концепции русской православной церкви, это, безусловно, говорит церковь. Принята единогласно русскими архиереями на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Вспомнит содержание этого документа. Убедиться именно в этом. Неотделимо от общества. Почему и существует социальная концепция. Почему и существует то измерение церковной жизни, которое относится к жизни общества. Скажем, у нас нету русской православной церкви, да и вообще ни в каком, наверное, религиозной среде, не существует математической концепции, или химической концепции, или астрономической, или обувной, или портняжной. Но это все вещи важные. Но нельзя сказать, что церковь неотделима от портняжного дела. Портные свое дело делают. Даже если он верующий человек, почему бы и нет. Но его портняжная профессия, она церкви прямого касательства не имеет. А вот общественная жизнь имеет. Почему и существует вот этот вот замечательный документ. Его надо читать. Его надо читать, его надо понимать. Его надо понимать. И согласно с ним надо действовать, и делать выводы из него. И вот эта неотделимость церкви от общества как раз и задает правильный тон, и правильный фон вот тем самым вопросом, который мы сегодня хотим обсудить все вместе. По вашим вопросам, может быть, и вашим репликам, и вашим возражениям. Я тоже буду им очень рад. И каждый из вас, милости, просим этот микрофон себе запросить и задать вопрос соответствующий, который я буду рад по возможности своей каким-то образом осветить. А также я вижу у вас бумаги в руках, карандаши. Вот можете писать что-то такое, какие-то свои реплики, вопросы задавать в письменном виде. И я буду опять-таки пытаться пытаться на них отвечать. Ну, вот у меня несколько вопросов уже есть здесь. Ну, я могу прямо вам сказать, что они прямого-то отношения к церковно-общественному, к церковно-общественным вот этим вот связям они прямо скажем не имеют. Но я, как обещался, на них отвечу, разумеется. И в этом я ничего не вижу плохого. Еще раз, эти вот вопросы, относящиеся, вот их несколько тут лежат, относящиеся скорее к жизни, личной жизни каждого человека, они подчеркивают по существу неотделимость среды церковной, среды социальной. Ну, понятно, собственно говоря, еще раз, как я говорю вам, христианин остается христианином всегда. Если есть, возьмем какую-нибудь профессию почетную. Ну, например, офицер вооруженных сил. Ну, он, конечно, офицер, то он всегда офицер. Но вот он приходит, скажем, со своего дежурства боевого или просто дежурства в части, снимает с себя китель, надевает там, что, тренировочные брюки или костюм. Он, по существу, ему остается офицером, но он не отдает команды своим подчиненным. Он, как офицер, в этот момент не действует. Пока он не на службе, пока он находится в увольнении или дома, он не действует, как офицер. У него его сознание, его воля, его разум подчинены, может быть, задачам обороны страны. Но действия его, они не офицерские, они действия гражданского лица. Вот то самое светское общество, о котором мы говорим сегодня. Православный человек, член православной церкви, не так. Ну, я про себя в этом случае не говорю, потому что я свою священническую одежду-то не снимаю. А вот вы, возвращаясь домой из храма, вы ни в коей мере не теряете ваших функций, ваших действий, вашего православного образа жизни. А если это, не дай Бог, происходит, то это нехорошо. Это не должно быть. Христианин всегда 24 часа в сутки, 365 или 366 дней в году. Иначе это, иначе проблема, иначе что-то не то. И христианином можно быть только полностью. Либо на 100%, либо никак. Вот это, пожалуй, такие постулаты, что ли, основы христианской веры, которые существуют 2000 лет, и которых сбросить со счета невозможно. Когда говорят современное общество, да, общество меняется, общественная жизнь меняется. Раньше мы ездили на лошадях, или ходили в лаптях, потом мы ездим на паровозе, потом на электровозе, потом, видишь, на самолете, или на чем придется. Ну, разные, да, разные материальные основы этой общественной нашей жизни. Но принцип нашей жизни, внутреннее направление нашей жизни остается тем же самым. И вот, исходя из этого, мы рассматриваем отношения церкви с обществом как взаимоотношения, взаимодействия, неразрывных компонент человечества, так скажем себе, человечества. Да, не все в человечестве, 8 миллиардов людей, не все принадлежат православной церкви. Ну, и что? Но Бог-то один, и Христос, Бог, один для всех. Если кто-то еще его не принял, если кто-то еще находится на пути к нему, ну, пожелаем им удачи в этом деле, ну, сосредоточимся на своих задачах, сосредоточимся на том, что лежит перед нами. Не будем особенно тут пытаться как-то управлять, быть диспетчером, у нас есть такая идея. А вот куда попадут они? А вот куда идут те? А почему эти не приняли еще христианство? А почему те уклонились? Ну, грубо выражаясь, есть их проблемы. Нас Господь не спрашивает за это. Нас Господь спрашивает за нас, что делаем мы лично, и что делаем мы, в общем, так скажем, как народ, как нация. Вот здесь вот есть о чем подумать, и может быть, мы сегодня еще на эту тему поговорим. Но это рассмотрение, этот взгляд сильно отличается от взглядов ошибочных и бесплодных, когда пытаются управлять теми людьми или теми группами людей, которые церкви на видимой поверхности не принадлежат. Они с нашего света не спрашивают. Вот печально немножко, что некоторые из представителей вот той самой крикливой группы пытаются не просто лаять на слона, а еще и управлять, куда слон идет. Вот это уже совсем смешно. Представьте себе, что кто-нибудь... Ну, многие еще пытаются церкви указывать, как ей надо себя вести, что надо делать. Я таких людям говорю, знаете, вы придите попробуйте в еврейскую синагогу, и там вам что-нибудь укажите. Вы будете иметь дело с полицией. А в мечеть ходить я вам даже не советую, потому что может дело кончится совсем плохо. Уже даже не полиция, а скорой помощью. Ну, а в церкви они тем не менее ходят. И начинают что-то такое распоряжаться, указывать. И это им не нравится, и то не нравится. Но опять-таки, то же самое рассуждение. Но они указывают. Их, так сказать, слабость, их грех. Почему мы должны на это обращать внимание? Ну, вот есть... Лермонтов еще в свое время замечал в одной из своих ранних произведений «Русская податливость чужому мнению». Юный Лермонтов, я не знаю, сколько ему было лет, когда он это написал, но вот он заметил такую черту. Ну, Игорь Баедов писал об этом, что в «Горе от ума», что мы пытаемся, ну, конкретно об иноземцах, учиться об иноземцах. Почему бы нам у китайцев не воспринять их мудрую, невосприимчивость или неприятие ничего иноземного. Сейчас речь не идет об иноземном воздействии, хотя это вещь важная. Ну, просто какая-то, знаете, как податливость такая, впечатлительность, чувствительность, это элементарнейшее такое слово. и нам она присуща, видимо, как нации, и многим индивидуумам лично, и в том числе и тем, кто пришли в церковь, кто недавно пришел в церковь. Это вот склонность, способность все, пытаться все ухватить, и все команды выполнить. А командиров нас много. А командиров много, и вот люди начинают разумскать, получать удовольствие от того, что ими командуют. Это не годится. Это не годится. Свобода, которая требует от нас церковь, которая требует от нас христианский образ мыслей, есть ничто иное, как независимость. Люди, которые испытывали трудности с алкоголем или с наркоманией, это теми зависимостями, которые терзали их душу, а затем освободились от этих зависимостей, они поймут мои слова. Независимость. Мы не можем быть зависимы ни от чего и ни от кого, кроме самого Христа. От Него мы зависимы. Да, строго. Мы от Него зависимы. Мы Ему принадлежим. Мы рабы Божьи, следовательно, больше ничьи. В этом особенность рабовладения. Рабовладение на социальном, в плане давно уничтожено. Но, тем не менее, понятие самого раба очень важно. Если эта ручка принадлежит мне, то, значит, простите, но вам она не принадлежит. Вот если этот раб принадлежит Иванову, то Петрову он принадлежать не может. Если этот раб принадлежит Христу, то больше он никому принадлежать не может. Это принцип, который управляет жизнью христианской, и который тоже крайне важен на общественном плане. Вот на этой ноте, позвольте, я перейду к тем вопросам простым, которые тут были заданы. А те, кто уже заготовил эти вопросы, могут Марии передать их, и она тоже их передаст мне. А я пока отвечу. А я пока отвечу на такие вот вопросы, как я сказал, иного несколько характера, нежели то, о чем я говорил до сих пор. Позвольте прочитать. Когда человек умирает, а это случается, тело его в землю, душа на небо, а куда дух? И вторая часть того же вопроса. В молитве перед сном говорим, в родстве Твоей, Господи, предаю дух мой. Вопрос, почему только дух, а не всего себя? Вопрос, как будто близкий, ансамбля несколько разный. Но и тут, и другой вопрос. Они немножко, знаете, как бьют мимо цели, как говорится, в белый свет, как в копеечку, когда стреляют из ружья, там, по летящим мишеням. Вот эту дробь можно выпустить просто в облака, и она ни во что не попадает. Когда человек умирает, происходит некая перемена бытия. Перемена бытия. Жизнь материальная, жизнь, которая описывается законами материального мира, для этого человека прекращается. Что происходит с телом, мы прекрасно знаем, и кладбище тому и служит прекрасным свидетельством. Что происходит с человеком, мы можем свидетельствовать только об одном, что личность человека и его тело каким-то образом разъединяются. Отдельно ли можно говорить о душе и духе, или совместно можно о нем говорить о душе и духе, вопрос, который догматически церковью не решается. Мы должны об этом помнить. Церковь, христианская церковь, имеет некоторые догматы, которые... Их не так много, но они существуют, и помнить о них надо. А что касается вот этого вот состава человеческой личности, составлена она из трех компонентов или из двух компонентов, это, современным языком, говоря, наши гипотезы, наши допущения. Священное Писание не опровергает ни того, ни другого взгляда. Пытаться самостоятельно догматизировать то, что не догматизировано церковью, что оставлено церковью без твердых решений, ну, мягко выражаясь, неразумно, да, делать этого не следует. И почему я и сказал, что такого рода вопрос, куда дух, где, куда, небо, на небо, а что такое небо, мы тоже не очень знаем. Даже небо, вот есть небо, по которому летают самолеты, даже что такое небо, мы не можем сказать. Что такое земля, мы знаем, потому что мы копаем могилы и опускаем туда гробы. А что такое небо, мы не знаем. И пытаться на своем незнании строить дальнейшее незнание, дело достаточно бесполезное. А вот вторая часть вопроса гораздо проще. В ротстве твоей Господи предает дух мой все, кто читал Евангелие, прекрасно помнит, что это слова Спасителя на кресте. Почему они входят в наше молитвословие? Без того, чтобы их исследовать холостически, а с тем, чтобы просто вспомнить Спасителя и Его Святой Евангелие. Это тоже надо очень хорошо чувствовать. Я смотрю, тут у нас вопросов много накопилось. Ну, будем отвечать один за одним. Хорошо, давайте посмотрим еще один вопрос. Касается уже церковного таинства, таинства покаяния, таинства исповеди. Вопросы интимного плана порой неудобно обсуждать со священником. А грех мучает годами. Идти к психологу или есть выход? А я вот читаю внимательно вопрос. Знаете, как говорится, люди ломятся в открытую дверь. А почему со священником обсуждать неудобно? А с психологом, скажем, удобно? Я вижу только одну причину, которая время от времени возникает в вопросах наших прихожан. А если вы с этим священником дружите, знаете его лично в течение многих лет, и потом вдруг возникает какая-то тема, касающаяся вашей супружеской жизни, интимной жизни. Да, здесь есть некоторый такой психологический тормоз. Но не надо себя ломать через колено, а надо вспомнить, что Бог один, и церковь одна, а храмов много, и священников много. Если вы с конкретным священником нечто не хотите обсуждать, это полностью ваша свободная воля, вы найдите другого священника. Особенно, если это вопрос тонкий, непростой, если он касается жизни супружеской, интимной, то лучше всего священника либо женатого, немолодого, либо, может быть, вдового, или так или иначе имеющего опыт супружеской жизни. Я вспоминаю, вот здесь у нас с Еленой Владимировны мы вспоминали про Террия Романа Лукьянова из Богоевленского храма в Бастоне. Он в свое время просто сам вона буквально призывал, или, по крайней мере, советовал нам, прихожанам, ехать в монастырь паломничества и там исповедоваться у тамошнего духовенства монашествующего, отца Киприана Пыжова, известного, очень хорошего иконописца и художника, автора некоторых икон, которые даже я вот здесь уже видел. не в том деле, что отец Киприан был иконописцем, в том деле, что он был архимандритом и что прихожане одного храма, сам настоятель этого храма и рекомендовал ехать на исповедь к священнику другому. Это очень правильно. И тот священник, который вам скажет, я вам не разрешаю, я вам не благословляю ни у кого исповедствия, кроме как у меня, этот священник, ну, будем говорить, глубоко неправ, так сказать, мягко выражаясь, глубоко неправ. Вот, так что вопрос достаточно понятен. Расскажите, пожалуйста, в американском периоде вашей жизни, поскольку в Соединенных Штатах я прожил 15 лет, ну, рассказ мог бы длиться примерно столько же, да, так что не очень это легко. Но я, тем не менее, основные вехи набросаю, а уже дальше кто заинтересуется, может дальнейший вопрос задавать. Уехал я в Соединенные Штаты в 1985 году в составе своей семьи, моей бывшей жены и двоих детей, которые тогда были еще малы. Уезжал я навсегда, не будучи христианином, но будучи движим очень таким неприятным и, ну, в сегодняшнем понятии постыдным, но достаточно объяснимым чувством под названием русофобия. Неприязнь к России в лице Советского Союза, который тогда был вместо России и желанием, так сказать, свой прах отряхнуть со своих ног, прах этого страны отряхнуть со своих ног. И тем более, что 85-й год, это было еще время железного занавеса и такой очень строгой изоляции Советского Союза, зарубежных стран. Впечатление мое было в память, я прекрасно помню эти дни, либо меня хоронят заживо, либо я их заживо хороню, тех, кто тут остается. Ну, начиная буквально с этого года пошли перемены. Прошло и буквально двух лет, как люди поехали в гости сначала из России в Америку, потом из Америки в Россию. Начались перемены в России, продолжались перемены в Соединенных Штатах, которые я первые годы не видел, а потом вполне почувствовал. Если перемены в России были перемены к лучшему, а то перемены в Соединенных Штатах были явно к худшему, так называемые Клинтоновские годы. там был, значит, Рейган ушел из президентов, это был 88-й год, четыре года президентства Буша, а дальше пошли Клинтоновские года, годы позора для Америки. И моя семья тоже погибла в известном смысле, жена меня оставила. Между тем, в 87-м году я принял крещение в Русской Церкви в Бастоне, крестил меня никто иной, как отец Роман Лукьянов, которого мы сегодня уже упоминали. И в скорости вот я был разведен, остался один, учился заочно в Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорнвилл, штат Нью-Йорк. И под конец этого периода как-то начал осознавать, что все причины, которые привели меня в Соединенные Штаты в 85-м году, уже позади. Я уже другой, и Россия другая. И в 99-м году, после нападения на Сербию, я уже почувствовал, что и Америка совсем другая. Вот. И, соответственно, написал письмо в Российское консульство, получил паспорт российский, два чемодана запаковал. И вот как раз ровненько, ровненько, в, ну, почти еще, плюс-минус недели-полторы, в конце сентября 2000-го года прилетел в Москву. Ну, правда сказать, я не первый раз прилетел в Москву, я уже побывал в Москве, до того, как вернуться окончательно. Я бывал в России два раза, в 94-м, в 98-м годах, и был рад вернуться. А дальше, вернувшись в Москву, как-то движение продолжилось. Я жил в Москве, я не сказал, что до отъезда в Соединенные Штаты, я жил в Москве. Движение продолжилось, из Москвы ехал в Иваново, имея, твердого намерения не имея, но имея интерес посетить тамошний, значит, монастырь один, женский, как ни странно. И в этом женском монастыре я задержался на 8 лет, будучи там сначала пострижено монашество, возведен в сан Дьякона, затем в сан Иеромонаха, а затем из этого монастыря уже переведен в семинарию, где я сейчас являюсь священнослужителем. Целый год я был настоятелем в одном из Ивановских храмов, хотел сказать, московских, в одном из Ивановских храмов. Ну и сейчас продолжаю свое служение в семинарии, в епархии, в Успенском монастыре, в Кафедральном соборе. И вот время от времени посещаю друзей в разных городах России с такой вот попыткой сделать что-то полезное для вас и для всех остальных зрителей, слушателей, кто будет нас смотреть и слушать. Вот, собственно, и все, что можно сказать о предыдущих приблизительно тридцати годах моей жизни. Вы знаете, это, говорят наши враги, что они вот сделали ошибку в семнадцатом году, что, значит, православие осталось в России. Значит, и вот сейчас, говорят, нельзя такую ошибку будет сделать. Россию спасает там атомное оружие. Вот, но, значит, вот сейчас уже ясно, что, значит, скоро денег уже, денежное обращение заканчивается. Ну, ладно, там на Западе это, а об этом говорится уже и в нашем правительстве. То есть, подготовлена система, которая позволит без денег существовать. Это прекрасно называется коммунизм. Я вам могу сейчас ответить, дорогой мой. У меня был в Соединенных Штатах один знакомый, ну, случайно знакомый. Моя дочка приехала в гости к своей какой-то подружке, а я должен был ее забрать. И как это бывает, там дети, что-то замешкают, мы взрослые люди, друг другу абсолютно незнакомые, стояли просто и говорили, о чем придется, какой-то вежливый разговор. А он, дядька этот, отец этой дочкиной подруги, он был, как сказать, ремесленник по-нашему, строитель, подряд, даже неправильно сказать, не подрядчик, а просто мастер, который выполняет разные дела строительные. Вот, как сказать, его наймут, что-то, или там, крышу починить, или домик построить, или что-то, он это все делал. И мы с ним говорили всякие строительные дела, он рассказал мне про своего брата, что у брата, причем какие-то нелады тоже по хозяйству. Я говорю, там какие финансовые стороны этого дела. И он мне говорит, да, ну, конечно, брату-то непросто, он ведь на зарплате. А я-то ведь, что мне нужно, я же всегда заработаю, сколько денег, у меня проблем с деньгами нет, я сколько нужно заработаю. Говорит, заметьте, ни олигарх, ни этот самый Абрамович, который бедного повесили, ни еще кто он, а нет, Абрамович не повесили, спавь Бог, это Березовского повесили. Абрамович жив и здравствует, но и тот, и другой, там они с деньгами у них какие-то свои отношения. А тут простой рабочий парень, простой рабочий парень, говорит, ну, что деньги, деньги, ну, сколько нужно у меня, будет денег, что за вопрос с деньгами. Вот вам правильный ход, вот мы так и должны жить, мы должны добиться такого же состояния, что человек, у которого есть руки и голова на плечах, и руки растут откуда нужно, чтобы у него было столько денег, сколько ему нужно, чтобы он их не тратил на наркотики или там еще на какие-то мерзости, чтобы он их тратил на свою семью, на свой дом, на оплату налогов и был весел и счастлив. Вот наша с вами задача, земная наша задача, земная наша дорожка, разбег, который мы берем, разбег мы берем в небо. Но для того, чтобы в самолет взлететь в небо, ему нужна беговая дорожка. Вот эту беговую дорожку надо сейчас нам готовить. До какого возраста или времени дети должны слушаться родителей? Вопрос. Или прислушиваться к советам родителей? Видите, как интересно задан вопрос? Всем разные вопросы. Одно дело – слушаться родители, а другое дело – прислушиваться. Чувствуете? Вот смотрите. Будьте внимательны к вопросам. Дочь взрослая говорит. Я уже взрослая. Ну, это так и есть. И не надо мне твоих ценных указаний. А видите, здесь третий компонент. Первый – слушаться. Второй – прислушиваться. А третий – ценные указания. Вот так вот из маленькой бумажки можно вынести много интересных сведений. Значит, дорогие друзья. Когда, сообщу вам, кто не знает, но я уверен, что все это знают. Когда маленький младенчик находится в материнском чреве, его связывает с материнским организмом пуповина. И материнский организм его питает полностью. В момент рождения акушер эту пуповину перерезает, бинтует. И этот младенчик начинает дышать. Прежде всего дышать, дальше уже и питаться самостоятельно. В маме происходит перерезание пуповины. Но существует вторая пуповина, которая связывает этого младенца с материнской душой. В общем-то с семьей, если правильно сказать. У нас, к сравнению, семья бывает неполная далеко, достаточно часто. Ну, так, в нормальном условии этот младенец связан незримой, но вполне реальной пуповиной со своей семьей. Когда мы крестим маленького ребеночка в возрасте шести недель, задают вопрос. И правильно задают. А как это мы осуществляем святое таинство над человеком, этим младенцем, который еще не имеет сознания? Явно шести недель младенец ничего понять не может. И осознать этого таинства он не может. Если человек теряет сознание, например, я не могу его причастить. Таинство Евхаристии я не могу осуществить над человеком, который потерял сознание. Потому что он без сознания. А вот таинство Евхаристии над младенцем, которому шесть недель, я могу осуществить. Хотя у него точно так же нет никакого сознания. Почему? По той самой причине, что этот младенец связан пуповиной со своей православной семьей. Его отец и мать православные верующие находятся в общении и в единении с Христом через его святое таинство. А вот этого младенца, я скажу, нет. Мы его в сторону, в сторону, в сторону. Раз он ничего не понимает, мы его не пускаем к святым дарам. Нет, такого не может произойти. Потому что этот младенец – часть его, часть семьи. Связан незримой пуповиной. Но идет время. И вот к 18 годам, к 18 годам для нашего общества, для нашей среды, эта пуповина делается все тоньше, 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 тоньше. И в день 18-летия некие невидимые ножницы ее перерезают. В 18 лет этому юноше, этому девушке, мы говорим, уважаемый юноша, уважаемая девушка, ты сам гражданин России, ты самостоятельная личность, решай сам. Мы твои родители, мы тебе поможем, мы тебе поможем с советом, мы тебе, может, и материально чуть немножко поможем, но ты уже личность независимая. Если ты мужчина, ты идешь в вооруженные силы служить, и держишь автомат в своих руках, или там спусковой механизм какой-нибудь ракеты баллистической. А вот, если ты девушка, у тебя меньше может быть такой ответственности, но все равно ты становишься женой, матерью. Самостоятельно. Но существует третья пуповина. Третья пуповина, которая не истончается, не в нормальных условиях, не рвется, а даже, может быть, делается крепче и шире, если мы о ней заботимся. Это пуповина духовной связи. Это пуповина дружбы, любви, заботы, внимания, которые существуют между нормальными людьми, между родителями и детьми в особенности. И в эту пуповину надо заботиться, потому что она может порваться. Мы знаем из нашего жизненного опыта, что время в некоторых семьях неблагополучных, она рвется. И родители не хотят знать детей, дети не хотят знать родителей. Да, это бывает. Но так не должно быть. Так не должно быть. Только чтобы она не рвалась и не истончалась, чтобы она укреплялась и существовала, надо заботиться. И не давать ценных указаний своей дочери. Потому что, когда мы даем ценные указания, то мы тем самым надрываем эту пуповину, мы ее ставим под удар, мы ее истончаем. Если мы общаемся с нашими детьми так, что они нас прислушиваются к нам, что им прислушиваться к нам разумно, удобно, полезно и правильно, если они это ощущают, вот тогда пуповина-то и укрепляется. О ней надо заботиться. Тут люди сидят разного возраста. Вот об этой третьей пуповине надо заботиться тогда, когда еще существует вторая. Еще пока дети не достигли 18-летнего возраста, надо уже начать их готовить к взрослому состоянию. И когда девчонка 13-14 лет слышит от матери, сопляшка, что ты надела? Какую юбку? Какой длины? Я тебе это не разрешаю делать. Девочка поплачет и смирится. Но вот та пуповина будущая в этот момент уже подвергается очень тяжелому надрыву. А если вам скажут, доченька, ну что делать? Ты уже барышня немаленькая, не ходевайся, хочешь ходить как попугай, ну давай, дело твое, в конце концов. Вот. Ну, если такое отношение будет, может быть, без оскорблений, разумеется, так. А вот тогда дочь, как бы сказать, укрепится в своем отношении. Я короткий пример приведу. Есть буквально опытная совсем недавняя. У нас одна прихожанка, у нее большая семья довольно. Дочка средняя. Как раз ей 13 лет. И она, какой-то конфликт в школе у нее возник. Она говорит, мама, я не хочу в этой школе учиться, я хочу в другую школу перейти. И мама мудрая сказала дочери, дочка, хочешь, переходи. Принесешь мне бумаги, я подпишу. Давай, действуй. Дочка пошла в одну школу, в другую, там что-то одно, одно сюда. И перешла вот сейчас 1 сентября, она в другой школе учится. Хорошо или плохо, сейчас трудно сказать. Но главное, что дочь знает, что это она решила. Она решила, мама ей не противодействовала. Почему она должна была противодействовать? Все этих самых, всех собак спустили на маму. Ну, из преподавателей старой школы, там, знакомой. Да что ты, да как ты ей? Она сказала, ну, она хочет. Какие проблемы? Переучиться в одной школе и учиться в другой школе. Греха тут никакого нет. Я, как мать, отвечаю за то, чтобы она не совершала греховных поступков. Чтобы она не делала явных ошибок и губительных поступков. В какой школе учиться ее свободный выбор? Пожалуйста. И эту мать, конечно, надо очень, так сказать, брать с нее добрый пример. И слава Богу, слава Богу. Вот вам, девочке, 14 лет только-только исполняется. Прекрасный, прекрасный, разумнейший пример. Пойдут у нее дела в новой школе? Не пойдут? Да как Бог даст? Ну, в любом случае, и девочка будет знать, и мама будет знать, что девочка выбрала сама вот это вот решение, приняла. И теперь принимает последствия. Ну, судя по всему, последствия благоприятные. Судя по всему, эта дочь сделала выбор совершенно правильный. Если бы она из школы собралась перейти, там, не знаю, в кадетский корпус какой-нибудь, где готовят десантников военно-воздушных войск, ну, тогда, наверное, было бы немножко по-другому, или там куда-нибудь еще. Однако школа как школа, хорошая школа. Скажите, ищут ли служители церкви новые формы для привлечения церкви в молодежь? И второй вопрос, как все-таки остановить морально-нравственный беспредел в нашем обществе? Ну, второй вопрос совсем уже абстрактный. Ну, абстрактный, действительно, очень общий. И вот примерно такой же вопрос, как я вот постоянно эту метафору мне пред глазами. Хотя я родился, я говорю, через 9 лет после окончания войны, но как-то в любом из нас живет война, как поется в известной песне. И я его все время вспоминаю, если могу вспомнить. Ну, отчим мой был ветеран войны, так тоже я его всегда вспоминаю, и его в связи с войной. Вот какая-нибудь там, конец 42-го года, люди отступают к Волге, значит, немец прижимает и наши войска к Волге, и что будет дальше, неизвестно. И вот если в этот момент кто-то спросит, ну, как нам все-таки победить немцев-то? Понятно, что надо. Ну, как вот драться, воевать. В те времена оружием в руках, сегодня оружием духовным, оружием веры, оружием знания, оружием слова, оружием, не в последнюю очередь, здравого смысла. Вот только вот так вот и можно ответить на этот вопрос. Существуют разные роды оружия, разные формы тактики, стратегии. Все они применяются в дело. Одни оказываются более эффективными, другие менее, одни в одни моменты времени, другие и так далее. Но выбрать тут что такое одно и ответить вот только штыком, или только гранатой, или там только еще чем-то, ну, достаточно неразумно. Продолжение следует...